МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире нашего телеканала информационная программа «Городские встречи». Сегодня у нас в гостях директор Рязанской областной филармонии Галина Николаевна Соколова. Здравствуйте, Галина Николаевна! Здравствуйте! Вот 23 сентября открылся новый концертный сезон. Кто выступал в этот вечер для рязанцев? Для нас этот концертный сезон ответственный, потому что мы его посвятили классику XX века Дмитрию Шостаковичу. И шесть концертов главного филармонического абонемента «Академия» – это наше музыкальное приношение гению Шостаковича. И открывали мы, естественно, одно из жемчужин, его симфонических жемчужин, Пятой симфонии, одна из самых исполняемых симфоний во всем мире. Не менее ярким событием было выступление в качестве солистки одной из самых сейчас ведущих пианисток – Екатерины Мещетиной. Это еще давно, лет 8 назад она выступала на сцене филармонии. Сейчас это было одно из оригинальных женских прочтений самого известного, популярного второго рахманинского концерта. И у публики такое впечатление от открытия, так же, как и у нас, удовлетворение от того, что открытие получилось очень достойным, достойным филармонической афишей. И мы надеемся, что сезон пройдет на таком же подъеме, как и получилось открытие. В Рязанской филармонии 77-й сезон назвала вдвойне счастливым из-за удачно сложившихся цифр. А в чем особенность 78-го сезона? Особенности есть у каждого сезона. Мы стараемся учесть предпочтения нашей уже постоянной публики. Она у нас есть, и эта постоянная публика все время прибавляется. Надо сказать, что рязанская публика уже искушенная, капризная иногда. И удовлетворить ее предпочтения иногда бывает сложно. И мы стараемся учесть разнообразие жанров, разнообразие форм. И, естественно, представить очень яркую палитру исполнителей на сцене. А на самом деле еще и задача привлечь новую публику. Что вот это не скажу музыкальная элита, а люди, которые умеют слышать музыку, а умеют слышать музыку, даже видеть музыку, это уже признак, в общем-то, креативного, мыслящего человека. И на самом деле это качество жизни, высокое качество жизни, если на первом месте стоит именно потребность в такой музыке. Поэтому, когда формируем сезон, мы учитываем вот эти все особенности, стараемся оставить традиционные наши абонементы, концерты, и они есть. И, естественно, стараемся учесть, привлечь что-то новое. Из традиционных это джазовый абонемент. Он, например, в этом году будет отличаться тем, что один из старейших коллективов, джазовых коллективов России отмечает свое 100-летие, и оркестр Лундстрэма на сцене с юбилейной программой. Из нового абонемента это балетный, цикл балетных концертов. Уже завоевал популярность концертное исполнение оперы, а теперь у нас будет концертное исполнение музыки к балету. И мы все это посвящаем уже в преддверии подготовки к празднованию 200-летия Марису Петипа, известнейшего балетмейстера, и открываем этот абонемент «Лебединым озером». Вся музыка к балету «Лебединым озерам» будет звучать, и очень надеемся, что у нас состоится сотрудничество с фондом «Элза Лиепа», и сама «Элза Лиепа» будет рассказывать о балетных... Ну, вообще о балете, о русском балете. Постоянные абонементы мы всегда ждем, уже у нас есть постоянный публик, семейный, с особым пиететом относимся к семейным посещениям. На сказках с оркестром, на теперь уже полюбившемся проекте рязанского хора с занимательной историей с Павловым Любимцевым, когда Павел Любимцев рассказывает о Рязани, о рязанском крае, о его особенностях, традициях, в разных совершенно предоставших направлениях. Это в стихах Есенина и рассказах Паустовского, это в истории Рязани от Евпатии Калаврата до современных героев. И в этом сезоне нас ждут истории о Касимовской невесте, то есть это рязанский свадебный обряд, ярчайший, интереснейший, и о рязанских ремеслах. И все это в сопровождении постановок рязанского народного хора. Это обязательно к прочтению, как бывает, обязательно к прочтению книги, обязательно к просмотру какие-то фильмы. Вот здесь обязательно к посещению вот эти концерты. Потому что мы очень много-много о себе не знаем. Ну и, естественно, Бардовская среда будет отмечена посещением Александра Дольского, концертом Александра Дольского. Смотрите нашу афишу, смотрите на сайте, звоните. И поэтому вот все, что абонементные книжки у нас продаются, там все подробно рассказано. И представлена ценовая палитра всех концертов. И надо сказать, что особенность этого сезона, несмотря на изменение цен вообще в экономике, мы цены оставили прежним на уровне даже не 2015-го, даже 2014-го года. И это наша политика. Политика в том, что хотя бы здесь народ почувствует себя в прежние годы. Почувствует некую стабильность. Галина Николаевна, филармония известна не только Вашими замечательными концертами, но еще и целыми проектами. Вот отгремела ночь филармонии традиционная. Каких еще проектов ждать сиризанцам? У нас, благо, есть традиционный наш проект, который завоевал популярность в формате ОПНР «Кремлевские вечера». Надо сказать, что он теперь в ЦФО является проектом, который продвигает центральный регион, Рязанскую область. «Кремлевские вечера» в этой книге наряду с музыкальной экспедицией и разными-разными проектами. И вот мы представили именно на премии ЦФО в области искусства, мы представлены именно «Кремлевскими вечерами». Для нас не менее важный проект, который проходит раз в два года, фестиваль, теперь уже называется «Рязанский хоровод», фестиваль профессиональных хоров народного творчества. Три раза он, третий раз проходит, и третий раз ярчайшая палитра, совершенно разные коллективы, как большие и малые, но это профессиональные, государственные коллективы. На этот раз приурочили фестиваль 70-летию со дня основания Рязанского государственного академического русского народного хором и ведения Попова. Но еще особенность в том, что обрамляет, вот открытие и закрытие будет представлено концертными программами двух главных наших федеральных коллективов. Хором Непятинского открывает фестиваль, ансамбль «Березка» закрывает фестиваль. Не менее ярким событием, вообще яркой, красочной картинкой будет выступление Государственного ансамбля Татарстана. Это совершенно другая культура, совершенно другая палитра, и тем хорошо все многообразие наше национально будет представлено на сцене. Отличие этого хоровода от всех остальных, мы теперь расширили не только национальный состав наших коллективов, но и возрастной даже состав. Теперь это не только профессиональные хоры, но один день мы отдаем юности. Детство и юность, и народная песня, во всем ее многообразии, фатклорная, этническая, народная, будет представлена в исполнении лучших коллективов Рязанской области, причем это коллективы, которые базируются в школах, в музыкальных школах Рязани и области. Это первая музыкальная школа, естественно, Новая Мичуринская, Пронская. Музыкальный колледж в Непироговых представит два коллектива. И очень здорово, что к нам в гости приедут коллектив «Звоница», очень многочисленный по своему составу, Валерия Нестерова из Москвы, это ансамбль всезаюзного радио. А Гнесинская академия представит студенческий коллектив народной песни, и Воронежская академия искусства представит знаменитый вообще на всю страну ансамбль «Воля». И вот такой праздник гала-концерт состоит с 1 октября, в Международный день музыки, праздник песни, костюма. И самое главное, почему мы сюда обязательно включили, а именно в этот хоровод, именно среди профессиональных хоров, чтобы понять, каков богатый потенциал, откуда черпают потом свои юные и молодые силы профессиональные коллективы. Мы будем с нетерпением ждать и концертов, и проектов, и, надеюсь, освещать и рассказывать о них нашим телезрителям. Спасибо большое, что сегодня к нам пришли, вам мы желаем удачи. Спасибо. Ну, а с нашими телезрителями мы прощаемся. До следующих выпусков.